Ну вот смотрите, рано или не рано, а вовремя, но здесь уже кое-где расцветает камелия. Камелия сегодня у нас воскресенье, 5 февраля. И я опять вышла по привычке на прогулку свою на берег пролива Ла-Манш. Вы знаете, что я обожаю океан, обожаю воду, и везде я гуляла именно вдоль океана. Я сегодня хочу рассказать и показать вам совсем не океан, а свою квартиру, что случилось у меня, что нового меня здесь ожидало, когда я приехала после отсутствия двухмесячного. И меня спрашивают мои подписчицы, мои зрители, что у вас там нового случилось. Ну вот я сейчас вам как раз и расскажу. Но прежде, понимаете, я всё равно же, ну не могу вам не показать вот эту красоту. И если я имею такую возможность, то я, конечно же, ей воспользуюсь. Я хочу вам для сравнения показать океан в трёх разных странах. Вот это у нас Англия. И мы видим English Channel, или как мы его ещё лучше знаем, пролив Ла-Манш, который, в свою очередь, часть Атлантического океана. Вот так вот он выглядит у нас. А вот, пожалуйста, Вьетнам и Южно-Китайское море, которое ещё по-другому называют Восточным морем. И оно является частью Тихого и Индийского океанов. Вот так вот выглядит это прекрасное побережье в городе Нычанг. На закате всё выглядит как-то сказочно, восхитительно. Вы не находите, друзья? И это у нас, как вы понимаете, красавец Сиамский залив в Таиланде, в Паттайе, который, кстати, также впадает в Южно-Китайское море и является частью Тихого и Индийского океанов. Ну вот, как говорится, душу отвела, показала вам красоту неописуемую. Ну и, конечно же, сейчас я расскажу вам то, что я и обещала. Мои новости. А новостей у меня, опять же, хватает, скажем так. Итак, первая проблема случилась сразу с моим автомобилем. Вы знаете, у меня автомобиль всегда припаркован на улице. И в этот раз я его тоже, конечно же, оставила на улице. Но я даже его оставила на улице не здесь, рядом со своим домом, а поехала туда вниз, подальше, потому что я шла с чемоданом. И думаю, ну, подъеду как можно ближе туда, к парому, чтобы потом и обратно мне тоже в гору не ползти с чемоданом. В общем, решила сделать как лучше. Я припарковалась там на улице тоже такой, со свободной парковкой. Моя машина там, как вы понимаете, простояла два месяца. И когда я подхожу радостно, я со всех сторон ее обсмотрела, конечно же, птицы, без этого не обошлось. Птицы всегда гадят. Так, ну я имею вот такой вот автоматический ключ. Сейчас вам покажу. Ну вот он такой, кондо цивик. Я, значит, нажимаю на открывашку. Нажимаю, нажимаю, и мне происходит ничего. Что случилось? Я начала ходить вокруг, смотреть. Думаю, может быть, я ее смогу и без этого автоматического ключа открыть. Но, знаете, я не увидела здесь замочную скважину для ключа. Я решила, что проблема не могу открыть, потому что здесь, наверное, скорее всего, надо батарейку менять. И вот, как говорится, знаете, попробуй разберись, называется. Но хорошо, что у нас сейчас есть на все вопросы ответы в интернете. Я нашла, как открывается. Я пошла пешком. Купила, заменила батарейку. Подхожу радостно. Спускаюсь опять вниз с этим ключом. Я нажимаю, и ничего не происходит опять. Она не открывается. И молчком. Я в ужасе. Я стала обходить вокруг. Думаю, что ж мне теперь делать-то вообще. И вдруг я вижу, что со стороны водительского сидения все-таки есть, видите, для ключа. И ключом можно открыть. Оказывается, все это надо знать, понимаете. Все это нужно когда-то было почувствовать, прочувствовать, иметь опыт. Я, конечно же, открыла эту дверь ключом. И я вижу, я включаю, и тишина. Вообще тишина. Ну, я так поняла, знаете, что машина моя, скорее всего, не то чтобы сломалась, а у нее просто сел аккумулятор. Сел катастрофически. В общем, я потратила еще целый день для того, чтобы мне найти сервисную службу. И для того, чтобы мне просто-напросто подкурили и включили мой аккумулятор. И вот потом я еще ездила больше часа. Как мне сказали, нужно ездить без остановок. Наверное, целый час, чтобы аккумулятор подзарядился. И потом будет все в порядке. Вообще, обычно такие вещи, вот мужчины, они разбираются. Можно элементарно сделать. Автомобиль стоял у меня на улице. И можно было остановить любую машину, попросить, и мне бы прикурили. Но я вот ждала сервис полдня. И они, знаете, просто лишь навсего за вот эту вот услугу, прикурить аккумулятор, чтобы он включился по новой. Они с меня взяли 50 фунтов. Но это, как говорится, на их совести. Потому что я помню, что когда-то за 50 фунтов мне поставили новый аккумулятор. Заменили просто старый на новый. А здесь, за то, чтобы прикурить этот аккумулятор, взяли с меня 50 фунтов. Вот такие вот в Англии нынче цены. Хотя с ценами тоже история интересная. Потому что я поехала заправляться после того, как с аккумулятором все обошлось. И машина у меня заводилась. И вы знаете, оказалось, что бензин подешевел. Он стоил, по-моему, 160, а то и выше, когда я уезжала. А сейчас он стоит 149. Ну, то есть 149 фунтов за 100 литров. Ну и основные перемены. Я хочу вам рассказать то, что случилось с моей квартирой. И снаружи, и внутри. Как может быть кто-то помнит, я полгода ждала, чтобы обрезали ветки с огромного дерева липы, которое стучало мне в окна. Ну и эти ветки, они не только стучали, но они еще и весь вид закрывали. У меня практически на кухне была слепая зона, огромные окна. И в них видно только листья. Я вам показывала в каком-то видео, но сейчас уже даже и не помню. Если найду, то дам ссылочку вам вверху. Так вот, это была целая история. Так как это дерево растет на земле хозяина первого этажа, моего соседа снизу, то именно он и нес ответственность за это дерево. Ну и сам он спилить ни одну ветку, тем более дерево, не мог. Ему нужно было послать разрешение, запрос на то, чтобы ветки спилить в мэрию местную. И мэрия в течение полугода должна была дать ответ. Ну и конечно же, именно когда меня не было, мне сосед написал по e-mail. Я получила письмо, что значит он будет обрезать ветки. Если мне там что-то нужно, то я должна присутствовать. Но я сказала, что меня сейчас нет. Я в отпуске, поэтому обрезайте сами. Ну и вот смотрите, что получилось. Сейчас я вам все покажу. Смотрите, как выглядит с улицы. Это обрезанное дерево липы. Вот оно. Вы знаете, обрезали-то, в общем-то, видите, ветки совсем даже небольшие. Сейчас я вам, может быть, с другой стороны покажу. Вот так вот выглядит мой дом. Показываю с другой стороны, чтобы вам было лучше видно и понятно. Но все равно, конечно же, обратите внимание, даже сейчас, зимой, когда это дерево стоит без листвы, все равно понятно, что оно не будет закрывать никакой вид. Не у меня наверху, не у моих соседей снизу. Но вот как раз вот это вот эркерное окно на втором этаже, видите, это кухня моя. А это вот липа, которая все здесь закрывала. И вот я еще раз говорю, что обратите внимание, что подстригли, спилили вернее ветки совсем небольшие. Вот с этой стороны я ближе подхожу, вам видно, совсем малюсенькие веточки спилены. Основные ветки огромные, все оставили. Дерево сохранили. Ну и внизу, конечно же, вот это все спилили. Там было все заросшим этим кустарником. Вот, но, вы знаете, сейчас мы с вами посмотрим со стороны кухни моей, как там стало светло и красиво. Но и еще то, что я, в общем-то, не просила. Здесь тоже стояли деревья. Вот, там оставили немножко пеньков. Сейчас пройду, покажу вам, да. Вот, видите, да? Вот здесь пеньки. Все спилили. Здесь был красивейший клен. Здесь была рябинка, здесь была осинка. Ну, вот это, по-моему, осинку оставили. Может быть, будет что-то тут немножко с нее вырастать. Остальное все спилили. И получается теперь, что вот этот страшный забор, я его созерцаю со окон своей спальни. Тоже вам сейчас покажу, как это выглядит с внутренней стороны. Это я показываю вид из окна моей кухни. Видите, все деревья внизу спилены, срезаны. Теперь, конечно, открытый вид, но здесь он не очень, уж очень, так скажем, да. А вот это вот мое основное огромное окно, которое мы с вами смотрели с той стороны. Эркерное, да, окно. И вот видите, какой теперь здесь у меня вид. Здесь у меня вид вообще туда, аж до горизонта. И вечером виден закат. Я покажу вам, если будет оказия такая, закат. И теперь такая красота, посмотрите. Даже в мое окно на кухне у меня каждый вечер теперь виден закат. Вот что значит, обрезали ветки с дерева. Ну и вот, видите, это отпиленные деревья, отпиленные ветки у дерева липа. И туда дальше виден райд шикарно, видны церквушки. В общем, знаете, сейчас солнце светит прямо в глаз. Вид не очень, но так уж попросили меня показать, так я и показываю. Показываю новости мои. Ну и, конечно же, вот, посмотрите наверху. Все чистенько, все беленько. Наверное, здесь опять затемняется, немножко вам не видно. Ну, в общем, все замечательно. И потолок, и все нигде, никакой плесени. Такая же история в большой комнате. Вот этот угол, помните? Я показывала вам. Он был весь черный. Теперь я его освободила, и теперь здесь ничего не случилось. Ну и еще, конечно же, от того, что отопление. Все-таки я протапливала квартиру. Два месяца она стояла без отопления. Это я имею в виду декабрь и январь. Так вот, получается, что была очень холодная зима, на удивление. Я смотрела, конечно же, постоянно следила, какая температура. И было даже иногда до минус семи. Целый месяц держалось ноль, минус два, минус пять и даже вот минус семь. Но, тем не менее, ничего не пострадало. Ну и если уж все показывать окна во всех комнатах, то вот это в спальне моей, здесь тоже, видите, все нормально. Нигде ничего. Вот там, если затемнение вы видите, то это просто тень, потому что достаточно мрачновато северная сторона. Ну и вот я показываю вам из окна вот этот открытый забор опять здесь у меня. И видна теперь хорошо центральная дорога. А раньше здесь, вон, видите, пенек. Один и несколько от другого дерева. То, что мы смотрели с вами снаружи, стояли деревья. Эти деревья, в принципе, они мне не мешали. Но, понимаете, наверное, мешали соседу внизу. Меня не было. Никто у меня особо не спросил. И под сурдинку вместе с деревьями, с деревом липы вот этим, обрезали и те все деревья. Ну, я не против. Я абсолютно не против. Очень красиво. И, знаете, как-то даже стало светлее везде. Стало просторнее даже казаться. Мне нравится. Я вам не показываю все комнаты и всю красоту мою, потому что, вы знаете, я еще в себя не пришла. И вот как я приехала уже четвертый день, я все сплю, сплю и сплю. Все валяюсь. Только ем и сплю. Вот, знаете, даже не убирала еще в квартире толком. Вон, видите, еще чемодан мой стоит, даже не убранный. Поэтому показывать особенно нечего, друзья. Сказать по правде. Ну и вот еще раз я показываю вам, как теперь выглядит с фасада этот дом. Что здесь деревьев, в общем, вот этих вот не осталось. И практически ничего не изменилось в городе Райт. все как всегда. Уличные музыканты. Я еще мало где была и мало что видела, сказать по правде. Поэтому это новости еще не все. Просто на сегодня, я думаю, достаточно. Всего вам доброго, друзья. Берегите себя. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова